Здравствуйте дорогие друзья! Напишите пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей и сегодня мы с вами пройдем два вебинара. Вначале это будет водный технико-экономический вебинар, далее уже расширенный. Водный мы называем еще азбукой Skyway. И все это плавно перетекает уже в наши новости, где мы с Сергеем Анатольевичем подробно описываем всю ситуацию, происходящую сегодня в нашем проекте Skyway. И соответственно, также то, что происходит вообще в мире, в экономике, в мире технологий, естественно с наложением на проект Skyway. А для начала, дорогие друзья, я по традиции вас попросить, хотел бы проголосовать, кто в какой раз присутствует на нашем вебинаре, потому что это достаточно важная статистика. Те, кто в первый раз присутствует, пожалуйста, поставьте либо циферку 0 в чате, либо выберите соответствующие варианты для голосования. Мы по-прежнему с Сергеем Анатольевичем ведем эти вводные вебинары, но сейчас мы будем потихоньку подходить к той форме, что вводные вебинары начнут становиться автоматизированными. И их человек сможет посмотреть вообще фактически в любой момент времени. И определенное количество вебинаров также можно будет посмотреть с нашим участием. Но наше участие будет заключаться уже в ответах на вопросы, в комментировании и так далее. И эту систему мы в этом году обязательно внедрим. Я думаю, что в первом квартале мы подойдем к этой системе, где будет вводный вебинар в студийном качестве уже записан с основной информацией. Потому что мы уже, в принципе, отработали достаточно серьезно и, я надеюсь, доходчиво, понятно. Поэтому уже будем переходить на такой автоматизированный вводный вебинар. И если кто-то у нас присутствует первый раз, поставьте, пожалуйста, циферку 0 еще раз в чате. Если не присутствует первый раз, то я буду давать информацию несколько другим образом, чем обычно. Кто второй раз присутствует и вдруг хочет получить информацию, соответственно, как новичку, как человеку, который начинает изучать азбуку SkyWay, то также поставьте циферку 0. Вот у нас присутствуют новички. На самом деле многие стесняются, это нормально. И не каждый скажет за себя, что он новичок, что он только начинает свой путь в проекте SkyWay. Но ничего в этом постыдного абсолютно нет. Более того, я могу вам сказать, что это правильный путь. И, наверное, в сфере сегодняшних технологий, куда есть доступ обычному, простому человеку, обывателю, не каким-то высшим слоям населения, богатейшим слоям населения, которых есть вход в стартапы и венчурные проекты, а именно как народное финансирование, инструмент для популяризации технологий, для продвижения и для финансирования той технологии, которую мы развиваем, то есть технология SkyWay. Естественно, таких технологий, я могу сказать, подобным способом развивающихся, их просто в мире на сегодняшний момент нет. И это огромная удача вступить на этот путь, потому что рано или поздно, дорогие друзья, все равно все люди поймут, что технология SkyWay необходима более чем 99% населения земного шара. То, как изменился мир за предыдущие 10 лет, и мы обязательно уже доделываем, так скажем, лендинг, и я думаю, что он скоро появится. Мы туда будем направлять Сергею Анатольевичем рекламу, чтобы приходили люди, кто не в курсе о технологии SkyWay. Но будем заходить несколько с другой области. Будем заходить с области экономики, с области того, что было, какие взлеты и падения были у мировых корпораций, у великих людей нашего современного мира. И, соответственно, все это будет перетекать в технологию SkyWay. Если сравнивать вообще с развитием технологии, нашу технологию, то можно сравнить с интернет. То есть это кремниевые технологии, и это действительно революция нашего современного мира, нашей современной эпохи. Сегодня невозможно представить мир без интернета. Это максимально очевидные вещи, максимально простые, но это самый лучший пример, который можно показать о сети Transnet. То есть если интернет – это информация, это телекоммуникация, это передача различных объемов информации, в любой точке земного шара открыли любой гаджет, девайс, планшет, ноутбук, компьютер включили, и у вас есть доступ в эту глобальную паутину. И, соответственно, это развивалось не сразу. Сеть интернет развивалась, если не ошибаюсь, не изменяет память, более 20 лет. И наша технология тоже появилась не несколько лет назад. Более 39 лет уже развивается технология SkyWay. И вот, собственно, предыдущие три года – это максимальный прорыв в развитии технологии, потому что была выбрана именно правильная модель финансирования и правильная модель развития компании. И если сегодня уже существуют такие нюансы, что мы можем через мир интернет вещей объединять в единую сеть бытовые устройства, то есть бытовую технику, телевизор, автомобиль и так далее, и управлять всем это на удалении, на расстоянии, даже когда мы отдыхаем, то вообще в будущем прогнозируется, что примерно 500 миллиардов таких устройств будет. И что мы прогнозируем, что в начале первые сотни юнибайков, юнибусов, юнилётов появятся. Потом они будут уже распространяться по всей планете, как, собственно, и сеть Transnet. И Анатолий Эдуардович заложил такую цифру, как если, когда появится миллиард юнибусов, то это сможет заменить с лихвой всю атомную энергетику сегодняшнего мира. И это огромное количество энергии. И сегодня вы видите, для того, чтобы снизить влияние на изменение климата, пагубное влияние существующей индустрии, существующей промышленности, уже отказываются от дизеля, переходят на электромобили, всячески пытаются снизить содержание CO2 в атмосфере и предпринимают те действия, которые, на самом деле, можно было и не предпринимать. Потому что SkyWay дала эта технология свой клич, естественно, с предводителем и создателем этой технологии, Анатолием Эдуардовичем Юницким, ещё более 30 лет назад, как я и сказал ранее. И SkyWay – это действительно то недостающее звено будущей мировой транспортной логистики. Вообще такое понятие, как транспортная логистика, оно отойдёт вначале на второй план, потом исчезнет вовсе, потому что перевозить товары, грузы будет максимально дёшево. То есть это таким же образом, как сегодня, вы получаете, ну, буквально платя какую-то небольшую абонентскую плату за интернет, за весь интернет, и у вас есть куча сервисов, в том числе сейчас вы смотрите данный вебинар, видите, я надеюсь, что без каких-либо прерываний и торможений видеосвязи с голосом спикера, и раньше это было невозможно. Так же, как сейчас невозможно передавать товары, грузы на больших скоростях, максимально эффективно, с максимально низкими капиталовложениями, низкими капитальными затратами, максимальной окупаемостью проекта. В будущем это станет абсолютно привычным и абсолютно реальным. Но всё началось, как я сказал, уже давно, и в конце 70-х годов инженер Юницкий придумал технологию, первое поколение технологии Skyway, и были первые концепты, первые чертежи, но всё это переросло не в создание в начале струнного транспорта, а в создание общепланетного транспортного средства. То есть это сложное инженерное техническое сооружение, которое будет простираться по всей длине акватора, 40 тысяч километров, и далее позволит вынести промышленность в открытый космос. То есть всё это описано было ещё много-много лет назад, десятки лет назад, в монографиях, публикациях инженера Юницкого. И вы можете познакомиться, почитать более того. Даже система, которую сейчас использует Илон Маск, использовал в формировании концепции на гиперскоростях перемещения в вакуумной трубе. Возможно, это тоже было взято из трудов инженера Юницкого, потому что Анатолий Эдуардович это именно обосновал и показал, описал раньше всех. Ещё в журнале «Техника молодёжи» можно было об этом читать. Мы, естественно, вкратце останавливаемся на данный момент на концепцию общепланетного транспортного средства. Но придёт время, когда у нас уже вовсю будет развиваться сеть Transnet по всему миру, и мы будем заниматься уже развитием и финансированием данной сложной системы. И это требует ни много ни мало объединения всех стран, всех народов для создания действительно этого общепланетного, этого космического проекта. И путь для этого открыт на самом деле был ещё, когда заключили Парижское соглашение более 120 стран. Сложилось понимание, что нужно переходить на альтернативные виды источников энергии, но ещё не сложилось понимание, что нужно всячески принимать, лоббировать и как можно быстрее строить технологию SkyWay. И в 2000-х годах такая первая веха развития, первые нулевые километры в 2001 году был заложен нулевой километр в городе Озёры Московской области. И тестовый участок на территории города Озёры финансировал Лебедь Александр Иванович. После, естественно, знакомства с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, как все мы с вами сейчас знакомимся, спонтанно рассказываем о нашем проекте везде, всем, у многих это до фанатизма даже такого положительного доходит. У меня лично я не могу не рассказывать, когда я особенно путешествую, куда-то в командировки еду. И главное, чтобы потом восстановить контакт с человеком, просто было время, чтобы пообщаться более подробно, рассказать про технологии. И вот таким образом, рассказав Лебедю Александру Ивановичу, каким образом можно увеличить ВВП Российской Федерации и слезть из нефтяной иглы, естественно, губернатор Красноярского края, один из претендентов на тот момент на высшие посты правительственных органов, принял решение поддерживать технологию Skyway. И самая знаменитая фраза – это «Струнным технологиям быть». И сейчас мы можем определенно сказать, что им действительно быть. Несмотря на то, что в 2009 году, после демонстрации именно возможностей, на словах, естественно, Сергея Ивановича Морозова в презентации Дмитрия Анатольевича Медведева на госсовете России по инновациям в транспорте, Дмитрий Анатольевич воспринял это положительно, но, так скажем, пассивно. То есть финансирование найдете, стройте, пожалуйста. Но история и вообще оппонентов у технологии Skyway не так скажем, что много, но оппоненты, которые существуют, они очень сильно стараются мешать развитию. И вы можете неоднократно наблюдать даже на наших вебинарах, на вводных даже, казалось бы, элементарная информация доносится, и наши оппоненты тратят свои какие-то сбережения и проплачивают вебинары троллям, чтобы они задавали различные идиотские вопросы и сбивали с толку тех людей, которые в первый раз присутствуют на наших вебинарах и на расширенном уже так вот очень мощно начинают мешать, троллить, поэтому мы вводим постоянно модерацию. И Анатолий Эдуардович в свое время тоже провел работу над ошибками, проанализировал, что было сделано так, что было сделано не так, уже после общения с крупными чиновниками, потенциальными инвесторами, политиками, олигархами, как на русском пространстве, так и на иностранном пространстве. И пришел к мнению, что вообще можно теоретически рассчитать ту модель финансирования, которая позволила бы действительно показать первичное финансирование проекту Skyway. Это модель краудинвестинга, это модель народного финансирования, эта модель была введена в 2013 году. И именно по этой причине, дорогие друзья, мы сейчас находимся в этой комнате. Мы с Сергеем Анатольевичем занимаемся тем, чем занимаемся, и многие активисты, уже сотни тысяч людей, активных инвесторов, кто инвестирует, действительно, я не побоюсь этого слова, каждый месяц в технологию Skyway. И более 721 тысячи людей по всему миру поддерживают проект Skyway, либо рассказывают, либо финансируют, либо, соответственно, развивают адресные проекты. Направлений очень много. И мне очень нравится фраза, это один мой из девизов по жизни, что любой может стать каждым, любой может стать любым. И в Skyway это действительно реально, дорогие друзья, потому что молодые ребята, и вот на примере Александра с Молдовы, развивают адресные проекты, не без первичной помощи, естественно, нас, Сергеем Анатольевичем. И мы готовы всем помогать, кто реально может взять на себя не просто ответственность, а понимание, что это непростое дело, понимание, что нужно не просто пойти в администрацию, что-то презентовать, но и потом собрать команду, потом пороганизовать финансирование этого адресного проекта. Ну и ни много ни мало появляется шанс стать топ-менеджером адресного проекта. На сегодняшний день какая бы корпорация вам сразу бы позволила стать топ-менеджером какого-то направления и занять рынок, занять регион. В нашем деле это абсолютно реально и абсолютно доступно. наши европейские коллеги с удовольствием открывают страны. И если сейчас у нас крайняя информация, что более 180 стран вообще присутствуют в нашем проекте, естественно, в некоторых странах по одному, по два инвестора. Но, как говорится, из искры может возгореться пламя. И то обилие новостей, которое мы сейчас видим, оно говорит о том, что действительно с одного, с пяти людей, как в России это все началось, с бравых тульских парней. Сейчас огромное количество людей заинтересованы в развитии технологии Skyway. Почему, спросите вы? Естественно, всех интересует такой меркантильный шкурный вопрос, это получение дивидендов. То есть все заинтересованы инвестировать в ту технологию, в те активы при выходе на капитализацию, при строительстве первых адресных проектов, при получении первых прибыли. Тот, кто сегодня становится совладельцем и дольщиком компании Skyway, становится дольщиком и совладельцем всех адресных проектов, которые будут формироваться. Потому что корневая технология, ну это не та технология, которая корнями куда-то уходит. Это самая главная, самая базисная основа испытаний на экотехнопарке. И вот кто сейчас на данном этапе входит в нашу технологию, будет принимать участие в той или иной мере во всех адресных проектах, где будет участвовать головная компания с той технологией, которая сейчас внедряется. Это замечательно, и таких примеров действительно на сегодняшний момент и фактически нет. Ну и естественно, всем хотелось бы перемещаться на своем автомобиле, допустим, с затратами топлива 1 литр на 100 километров. Сейчас это звучит как фантастика, как сказка на общественном транспорте. В 3, 4, 5, а потом вообще бесплатно, раз дешевле. Безопасно перемещаться, то есть без угроз террористическим актам. По долговечной путевой структуре и понимать, куда идут налоги, допустим. Если европейцы понимают, то вообще стандарт путевой структуры, он будет один и тот же во всем мире и не будет такого, как сегодня мы наблюдаем с дорогами, допустим. Что в России есть несколько бед, это дураки и дороги, а в Европе и во всем остальном мире дороги высшего качества. Вот что касается струнной технологии, струнных дорог, все будет неизменно высокого качества. Это никак не будет ухудшать экологию нашей всей с вами планеты. И, соответственно, те технические характеристики, которые мы закладываем, в первую очередь это аэродинамика, то есть это буква А, азбуки Skyway. Это показатели, которые действительно недостижимы на сегодняшний день. То есть наш высокоскоростной транспорт, который будет продемонстрирован, все по бизнес-плану, вы можете посмотреть в ваших личных кабинетах, на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть сейчас уже устанавливается ферменная конструкция путевой структуры, высокоскоростной трассы, совмещенная с городской пассажирской трассой. И подвижной состав будет обладать более серьезными аэродинамическими характеристиками и показателями, чем не то что Bugatti Veron и так далее, а чем современная авиация. А более серьезным показателем будет даже городской пассажирский транспорт по сравнению со спорткарами обладать. То есть это юнибусы. Ну и, соответственно, из этого складывается огромная экономия топлива, энергии при эксплуатации, огромная экономия использования материалов, подсутствие земляных насыпей, отсутствие каких-то сверхплощадей землеотводов и по экономии стали, железобетона, многое-многое другое, что на сегодняшний день подобного инфраструктурного проекта повышает очень серьезно затраты. И, естественно, снижает, либо делает вообще невозможной окупаемостью. На сегодняшний день каждый из нас с вами хотел бы перемещаться, допустим, при затратах, если на литраж переводить, в персональном транспортном средстве 0,35 литров на 100 километров. Это возможно в юнибайке. И направление, хотел бы сказать, оно появилось меньше года назад. То есть это направление в голове инженера Юницкого было достаточно давно, и мы обязательно будем показывать вам и примеры эскизов, набросков, когда еще в 80-х, в конце 70-х годов Анатолий Эдуардович рисовал персональные транспортные средства, одна-двухместные. Тогда это звучало, как, естественно, далекая футурология. Сейчас время этой технологии абсолютно пришло. И струна, предварительно напряженная конструкция, неразрезная, статически неопределимая, так скажем, балка, наполненная, внутри преднапряжены стальные проволоки. Все это закреплено, наполнено спецбетоном. Далее ставится головка рельса. Это то ноу-хау, которое будет распространяться по всей планете быстрее, чем это сделал интернет. Но это, дорогие друзья, все замечательно. И все ответы на ваши вопросы вы можете получить именно вот, что касается технических моментов. В замечательном издании 100 ответов на 100 вопросов. И лично Анатолий Эдуардович, естественно, принимал участие и вообще на самые сложные вопросы давал ответы. Пожалуйста, дамы и господа, посмотрите, кто присутствует в первый раз. Но я хотел бы остановиться на самом главном и самом важном, пожалуй. То есть без этого наш проект считался бы очередной, так скажем, венчурной профанации, которую мы много наблюдаем в современном венчурном мире. То есть это, я не побоюсь этого слова, были даже проекты на миллиарды долларов. Вот Faraday Future, электромобиль, спорткар на высоких скоростях тоже оказывается венчурной профанации. Китайский транспорт, который такой вот немножко уродливый, автобус-тоннель. То есть, казалось бы, такая немножко бредовая идея, но она получила реализацию, нашли финансирование. Но это также оказался венчурный пшик. И вот таких вот действительно реальных венчурных проектов, их на территории всего земного шара, всего венчурного мира по пальцам пересчитать. И таких проектов, которые через народное финансирование развиваются, их фактически нет. Соответственно, в июне 2015 года мы начали уже строительство экотехнопарка. То есть была выделена земля. По договору аренды сейчас это все происходит. И давайте посмотрим вот в быстрой перемотке. Я сброшу ссылку. То есть, наконец-то дошли руки. Я обновил это все в Google документе. Пользуйтесь. Не нужно обязательно запрашивать права. Просто скачивайте. Чуть попозже я сброшу ссылки. То, что были продемонстрированы модели 1 к 10, это наша история уже, дорогие друзья. Потому что в 20-х числах сентября на выставке Inotrans в Берлине мы продемонстрировали уже 1 к 1. То, что были установлены 19 промежуточных опор и 19 является стальной, как демонстрация именно использования путевой структуры строительства на любом типе рельефа местности, при любых климатических условиях. Это также, казалось бы, уже неутолимо долгий период прошел. И на самом деле, очень продолжительное время мы наблюдали развитие первой анкерной опоры и ее строительства. Сейчас она уже достроена. И, более того, мы можем сказать, что также достроена и вторая анкерная опора. Установлены уже промежуточные и анкерные опоры легкой прогулочной трассы. В мае началось запараллельное строительство этой системы. Уже в который раз приезжали наши представители Австралии. Уже есть сотрудничество с компанией Auricon, с компанией MBM, с многими другими проектными компаниями арабского мира. В том числе у нас скоро появятся союзники и сподвижники, именно наши партнеры. И на самом деле я могу сказать, что мы действительно идем по темпам. И даже в июле началось запараллельное строительство грузовой трассы. То есть фактически сейчас ведется параллельно все направления вообще существующей технологии Skyway. Как я уже сказал, уже ближе к сентябрю были полностью готовы Unibike и Unibus. Установлены анкерные опоры легкой трассы. И соответственно далее уже началось развитие после инотранса уже непосредственно самих ферменных конструкций путевой структуры высокоскоростного совмещенного с городским пассажирским транспортом. И вот та логика, та ретроспектива, что было и что стало за прошедший год, это действительно поражает воображение, дорогие друзья. И насколько быстро было смонтировано именно в преднатяжении уже путевая структура легкой трассы, это действительно тоже поражает всяческую человеческую логику по сравнению с тем, как сегодня строятся мосты, как сегодня строятся обычные дороги. И на самом деле это только начало скорости будут увеличиваться, дорогие друзья. И вот уже в начале ноября была осуществлена подготовка к генеральному техническому прогону нашего Unibike. То есть это то событие, которое не зная о том ожидает весь мир, ожидал весь мир. И те люди, кто на сегодняшний день входит в качестве совладельцев, соинвесторов технологии, это люди, обладающие уникальной интуицией. И вот действительно, когда уже проходят презентации в мэрии и самый главный вопрос, на который невозможно было дать ранее ответ и только сказать ожидайте, когда будет продемонстрирована технология, она уже продемонстрирована. И более того, в следующем этапе, то есть это уже ближе к лету, будут продемонстрированы другие виды технологии. И это действительно доказательство, что мы идем в ногу со временем. Финансирование, несмотря на то, что, казалось бы, хотелось бы всегда больше, но оно достаточно для выполнения тех работ и для следования именно по графику работ. По путевой структуре, очень интересный факт, именно вот ферменной конструкции, уже построено более половины, смонтировано более половины пути. И уже на расширенном технико-экономическом вебинаре мы расскажем, что нас ожидает уже летом, когда будет смена дисконта. Сергей Анатольевич уже написал в чатах. И сейчас каждодневно продолжается работа на Экотехнопарке для того, чтобы иметь положительный ответ, а когда же начнут реализовываться адресные проекты, что будет напрямую влиять на тот вопрос, а когда будут дивиденды и сколько будут стоить те активы, которые я сегодня приобретаю в международной компании Skyway. Ну а сейчас я передаю слово тому человеку, который более 16 лет развивает технологию Skyway, бывший политик, чиновник, нынешний макроэкономист и футурология. Мы с Сергеем Анатольевичем занимаемся именно на основе инженерной технической школы Юницкого. Есть высоты, так скажем, высокого действительно полета, с большой высоты пережитого опыта в проекте Skyway. Сергей Анатольевич расскажет свое глобальное видение по тому, что произошло. И мы плавно уже перейдем на расширенный технико-экономический вебинар. Пожалуйста, оставайтесь в этой комнате. И я думаю, что вы будете приятно удивлены и обрадованы теми новостями, которые приготовил проект Skyway. Что-то комната работает у меня, Алексей, отвратительно. Я одновременно перескоплюсь. Приветствую, друзья. Значит, у нас среда. 20, 19 и 20 традиционные вебинары. Вот, поэтому все идет по плану. У нас намечаются очень серьезные изменения в нашей работе, именно с работы по средам. Но об этом, обо всем по порядку. И мы сегодня много что... Так, так, звук. Как это самое слышно? Дайте обратную связь. Хорошо слышно? Как... Тихо, да? Сейчас, секундочку. Микрофон. Так, так лучше? Звук отличный. Так, все. У меня перебои. Что-то с комнаты идут. Вот. Поэтому, друзья, здесь в интернете пишут, в перископе через чур громко. Но это, друзья, можете там у себя регулировать. Вот. Вот. Я сегодня только вернулся с Минска. Вот. Конечно, произошло настолько... То есть, каждый туда везет, хотя я там бываю 2-3 раза в месяц, вот. Настолько сейчас быстро и серьезно идут события, что, конечно, впечатлений и ощущений очень много. Но об этом будем говорить на следующем вебинаре, когда у нас будет расширенный, и когда туда уже потянутся те, кто традиционно ходит на 20-часовой вот этот вечерний технико-экономический вебинар, расширенный, как мы его называем еще вечерний сеанс футурологии, вот, именно прикладной футурологии. Вот. И со следующей недели, друзья, мы несколько меняем формат. Во-первых, запомните, изменится время. Теперь будет этот вебинар идти не в 20 часов, а в 21 час. То есть, мы на час сдвинемся позже. Связано это в связи с тем, что мы начинаем вещать и с Алексеем вести вебинар еще на 5 языках одновременно. То есть, будет идти одновременно в онлайне перевод и на 5 языков. Это не наша прихоть, это просьба и такая настоятельная просьба наших партнеров сегодня из разных стран. Мы сколько могли это оттягивали, пытались вводить переводы вебинаров, распечатки, материалов, но все-таки живые вебинары заменить ничем невозможно. И сейчас мы тестируем на прошлой неделе. На этой неделе мы проводим вебинары с Алексеем пока с таким последовательным-синхронным переводом. Вот сейчас мы это делаем на венгерском и на словацком. А со следующей недели будет еще итальянский, английский, чешский. Ну и постепенно будем доводить. Сейчас у нас отдел перевода в компании Skyway Capital работает на 11 языков. Мы будем также расширяться, потому что объем сегодня, соответственно, инвестиций сегодня увеличивается именно за счет Европы, Восточной и Западной Европы. Сейчас активно подключается Латинская Америка. И это намного значительнее сейчас инвестиции, приход инвесторов, чем из русскоязычного пространства, из России. Это нисколько не умиляет сегодня тех, кто живет и работает и поддерживает проект в России на русскоязычном пространстве. Просто пришло время, когда мы, друзья, вышли на тот уровень, когда мы стали уже позиционироваться и нас стали воспринимать как классический венчурный проект, то есть проект, который работает в высокотехнологичной инновационной сфере, который представляет новый продукт. И этот продукт сегодня уже востребован с точки зрения заказов, востребован с точки зрения потребления технологии, востребован с точки зрения уже применения инвестиций, именно как финансовый инструмент. И, соответственно, уже очевидно и понятно, что работает мощная команда конструкторов во главе с генеральным конструктором, инженером Юницким. Сегодня создано опытно-конструкторское производство, которое в состоянии изготовить, испытать узлы и агрегаты и собрать конечные изделия. Это путевые структуры и подвижной состав, и все это активно сейчас делается, и, соответственно, сегодня уже готовы заказчики, которые при демонстрации готовых изделий готовы заказывать сегодня конкретные адресные проекты. Все это, друзья, уже оформлено, сделано, юридически понятно, прозрачно отстроена финансовая система, когда можно платить сегодня уже и через банковские переводы, и через банковские карты, и через любые платежные системы с использованием криптовалют. То есть мы работаем абсолютно по всему спектру сегодняшнего современного финансового рынка. И сейчас это все уже создает инвесторам, особенно крупным инвесторам, частным инвесторам, то есть еще пока не институциональным, то есть не фондам и банкам, а именно частным инвесторам, уже представление о том проекте, куда их зовут. Естественно, друзья, мы не перестаем повторять, мы постоянно на этом акцентируем внимание, чтобы не было никаких ни иллюзий, ни инсинуаций, ни трактований в том или ином виде, что на данный момент Skyway и то, что сегодня представляются струнные технологии, это стопроцентный венчурный проект, то есть это может быть потеря стопроцентных ваших вложений, ваших инвестиций. Что значит потеря? Это значит то, что мы сегодня изготавливаем, делаем, показан, демонстрируем, не будет востребовано и не будут заказчиков, и не будет адресных проектов, которые будут формировать капитализацию. Это, друзья, возможно, есть еще кроме технологических рисков, которые постепенно снимаются, и на сегодняшний момент по мере строительства, демонстрации, показа и открытия ряда ноу-хау эти риски все уменьшаются и уменьшаются, но, друзья, остается большое количество сегодня как политических рисков, экономических, конкурентных, особенно когда это связано с недобросовестной конкуренцией. Поэтому мы живем в непростом мире сейчас, непростое время, поэтому, естественно, друзья, эти риски остаются, поэтому проект не перестает быть венчевым. Но, друзья, по мере развития, по мере того, как идет, постепенно эти риски снимаются, обходят на второй план, так же, как на сегодняшний момент, практически уже сняты технические риски, то есть технологические, то есть ни у кого же не возникает, есть технологии или нету, потому что здравомыслящие люди, профессионалы, которые могут разбираться и в состоянии оценить и понять, как при посещении эко-технопарка, при посещении конструкторского бюро и сегодня производственных, опытных производственных площадок, конечно, они получают ответы на все вопросы, то есть я еще не встречал ни одного человека, который бы, побывав на производстве, на эко-технопарке, в конструкторском бюро бы сказал, что это не впечатляет или это то, что выдается, скажем так, иллюзия за реальность, о том, что не существует производство, не существует технологий, а люди, то есть есть только один засранец, с которым сегодня судятся, это журналист онлайнера, который специально по проплаченным соображениям был у нас и там, и пишет гадости, но это, друзья, журналистика, это вторая по древности и, соответственно, по моральным качествам профессия, первая под понятно какая, вот, поэтому здесь сказать, что подонки они были и будут всегда, вот, и люди, которые не смотря ни на какую аргументацию, они будут, когда будет все ездить, испытано, они все равно будут лить гадости про генерального конструктора, лить гадости про технологию, про компанию, это, друзья, тоже часть работы, часть, ничего из этого, от этого делать нельзя, вот, Алексей уже упоминал, даже у нас здесь, вроде как, казалось бы, рядовых таких вебинаров, а все равно встречаются засланцы, которые портят у нас, вот сейчас-то у нас хорошо поставленная служба, тут вон Андрей, Олег, еще ряд ребят, они просто контролируют пространство и сейчас эти хулиганы не хулиганят, а днем, когда вот подключиться Андрей и Олег не могли, то есть у нас там был целый концерт сегодня, то есть отчасти это несколько даже льстит о том, что такое количество людей, потому что мы выбросили сегодня порядка, наверное, 180 троллей с дневного вебинара, но они все равно как тараканы в разных панельхилетах. Это тоже, друзья, часть сегодняшней работы и сегодня это просто, скажем так, безобидные люди, которые пишут ерунду в чатах, вот, потом уже не менее безобидные, а более серьезные, это те, которые пишут в изданиях, в журналах, в газетах, пишут гадости, вот, ну и дальше это уже спровоцированные, друзья, есть провокации, когда и пытаются очернить и спровоцировать через правоохранительные органы, есть уже такие сегодня предпосылки, когда пытаются реально подсунуть дезинформацию для принятия чиновниками своих решений, это тоже есть, но, друзья, все-все будет развиваться, все меняться и сам проект, который сегодня набирает обороты и становится все более и более явным и востребованным, он все это преодоляет и по мере развития, друзья, как есть очень хорошая такая поговорка, все, что нас не убивает, делает нас крепче. Вот, поэтому в сегодняшний момент мы набираемся опыта, вот, юридического опыта по общению с оппонентами, финансового опыта по устраиванию именно финансовых инструментов, финансовых потоков для того, чтобы это все было и жестко рекоментировано законодательствами национальных стран, где мы работаем, чтобы это четко вложилось в правовые нормы, чтобы это было юридически все оформлено, корректно и защищено, это тоже, друзья, все шаг за шагом развития проекта. Кто еще не знает, кто только подключился наш проект многонационален, его нельзя называть, что это русский или русскоязычный, и, как я уже сказал, сегодня мы на 11 языков переводим наши материалы, которые есть. Со следующей недели в прямом эфире мы с Алексеем будем вести вебинары с синхронным переводом на 5 языков, а заявок сегодня уже на 15 языков. Я думаю, что где-то за февраль-март мы выйдем на хотя бы прямую трансляцию 10 языков, это сегодня потребность времени. Сегодня уже официально зарегистрированных инвесторов из более чем 150, друзья, стран, по одной из наших пока черновых прикидок, это вот мы считали такой нашей внутренней учет, у нас уже 186 стран. Не то, что официально, а внесенных в реестр пока те уже, что сертификаты есть, это более 150, там 153. То есть мы усиленными темпами приближаемся к отметке в 193 страны, вот это очень знаменательная часть, потому что в Организации Объединенных Наций зарегистрировано 193 страны, а всего статус государства имеет 214 стран. Поэтому я думаю, что до конца года у нас есть все такие основания полагать, что мы приблизимся к максимуму, который сегодня есть. С учетом, что 121 официальный язык есть на Земле, значит максимум, на скольки языках может транслироваться наш с Алексеем вебинар, это будет, наверное, 121. Больше, наверное, пока не сможем. Но это, как вы понимаете, шутка, конечно. Поэтому сегодня в наших планах, это за февраль, к середине марта, выйти на 10 основных языков, тех именно партнеров и стран, которые дают сегодня основные инвестиции, и те, кто приходит в проект. Сегодня Россия, я говорю, хотя она примерно на одном уровне держится уже почти год, то есть это говорит о том, что партнеры работают усердно, очень эффективно, но при этом, так как культура инвестирования и сами инвестиции, понимание в западных странах, они несколько отличаются от нас, от российских или от постсоветского пространства, то объем инвестиций сегодня, ну, допустим, из той же Словакии, он сегодня в разы превосходит Россию и Украину, Белоруссию вместе взятую. Хотя из Белоруссии мы официально вообще декларируем о том, что у нас инвесторов сегодня из Белоруссии, которые могут приходить по законодательству, нет. Хотя мы, друзья, запретить людям входить в проект ни в коем случае не можем. И это не вправе, потому что человек сам может выбирать и какой национальный банк. Другое дело, что юридически сегодня есть определенные нестыковки между желанием людей войти в проект, стать инвесторами и возможности это сделать с точки зрения национального законодательства. Но это, друзья, тоже все решается, на это есть все абсолютно законные и четкие решения. Так вот, на сегодняшний момент инвесторов, которые уже инвестируют серьезные крупные суммы с Восточной Европы, становится каждый месяцем все больше и больше. Мы с Алексеем весь прошлый год почти 8 месяцев проработали в Германии с немецкими инвесторами. И сейчас, за прошлый месяц это дает серьезные результаты. То есть Германия стала очень усиленными темпами, практически уже догоняет по инвестициям Россию. И в ближайшие, я думаю, что месяц-два она все... Потому что с точки зрения инвестиций инвесторов Германия это, конечно, крупнейший потенциальный рынок и крупнейший именно источник сегодня инвестиций. Это говорит и при общении с нашими западными, скажем так, партнерами, инвесторами. Все репортажи видели вчера, позавчера у нас работала очень серьезная делегация из Словакии, из Чехии. Это люди, которые инвестируют в месяц не один миллион евро. Соответственно, это то, что идет уже по формированию адресного проекта, который называется «Эко-технопарк», который сегодня выполняет ЗАО «Струнные технологии», а заказчиком у которого являются именно венчурные фонды, одним из которых является «Скайвей Капитал», который работает именно по схеме краудинвестинга для того, чтобы выполнялись работы по заказу. Соответственно, в данном случае это демонстрация стендов, демонстрация подвижного состава струнных технологий инженерной школы Юницкого. Потому что следующий этап, к которому мы подходим, и мы это постоянно говорим, что капитализация, она складывается из формирования адресных проектов. И наша задача сейчас – это заказчикам показать действующие образцы, действующие стенды, действующие путевые структуры, действующие образцы. Соответственно, дальше заказать и спроектировать уже непосредственно трассы, дальше заказать и изготовить уже для них путевую структуру и подвижной состав, и дальше эксплуатировать и запускать уже эти адресные проекты. И в этом случае только, друзья, начинает формироваться уже доходная часть, начинается формироваться прибыль. И с этой прибыли, друзья, как раз мы все с вами будем получать дивиденды на те венчурные пакеты, которые сейчас формируются и благодаря премиям, которые сегодня оформлены от компании в виде дискаунтов, мы сегодня все имеем возможность на ранней, самой рисковой стадии сформировать существенные крупные инвестиционные проекты. Это, друзья, сегодня юридическая схема, которая отработана и отстроена таким образом, что инвесторы, которые инвестируют и вносятся в реестр компаний, они сегодня обладают обязательствами компании, которые со временем будут конвертированы и акции, которые будут в свободном обороте. Сегодня мы сразу говорим, никакого свободного оборота этих обязательств нет. Это венчурные акции, это акции, которые не в обороте. Соответственно, мы сегодня сознательно не производим никакого обратного выкупа, никакой спекуляции, никакого. Потому что задача сегодня всех целевых инвестиций – это строительство экотехпарка, выполнение сегодня заказа адресного проекта по демонстрации технологий и только следующим этапом возможно говорить о пакетизации. Когда эти этапы или когда это время пройдет, это, друзья, покажет только время. Пока мы идем в соответствии с намеченным планом и графиком, то есть 15 этапов. В ближайшее время, точнее 8 марта, у нас будет смена 8 этапа на 9. Это значит, мы выполнили все предыдущие работы и у нас сегодня есть и задел конструкторский, то есть с точки зрения документации, разработанный по изготовлению следующих образцов и путевой структуры подвижного состава. Об этом мы позже поговорим. И, соответственно, уже сегодня готовы заказчики, которые при демонстрации 9 этапа готовы также более активно инвестировать в проект. Соответственно, каждая смена этапа, друзья, она автоматически сопровождается понижением венчурных премий на такие существенные проценты. Какие в этот раз будет все определиться в ближайшее время, вы все это увидите в личных кабинетах, и мы это будем рассказывать и на вебинарах, и на телемосту, который будет у нас 18 февраля в 12 часов по московскому времени, который мы как раз здесь посвятим именно прошедшему этапу, новому этапу, который подходит, подведению итогов и, соответственно, планы, которые нас ожидают в ближайшее время. Соответственно, этот телемост будет уже транслироваться как минимум в синхронном переводе уже где-то на 10 европейских, ну не только европейских, а на 10 языков, стран, из которых у нас сегодня в основном приходят инвесторы и инвестиции. Вот, соответственно, друзья, сейчас можно сказать, что проект развивается просто и выходит на такие очень серьезные горизонты, развивается семимильными шагами. И как подтверждение, как доказательство этому, это все больше и больше интерес со стороны крупных финансовых структур, крупных бизнесменов и правительств разных стран. На следующей неделе Юницкий с Виктором Бабуриным летят, я уже спутаюсь в странах, так сказать, в репортаже, Антон Дуаревич говорил, что летят они в Индию подписывать уже первые документы на адресные проекты с одним из губернаторов ключевого штата Индии, потом они встречаются с крупными инвесторами, потенциальными заказчиками в Арабских Эмиратах. Через неделю сюда прилетает большая делегация с шести арабских стран, которые также рассматривают возможность. Мы в конце февраля с Алексеем делаем презентацию в Чехии, на которой предполагается посещение высоких гостей с правительства Чехии вплоть до премьер-министра. Соответственно, по Белоруссиям событиям, друзья, я тоже так же скажу на следующем, это сегодня для новичков, для тех, кто сегодня подключился к проекту, чтобы вы четко понимали, что сегодня инвесторы в проекте более чем 150 стран, сегодня инвесторов уже больше, там приближается, перевалило за 120 тысяч, зарегистрированных людей, которые получают информацию о проекте, уже приближается к 800 тысячам человек, что сегодня существует конструкторское бюро, в котором работает уже более 220 человек, которые профессионально на самом высоком сегодня уровне проектирования, такого мирового уровня проектирования, изготавливают конструкторскую документацию по путевой структуре, по движному составу. Сегодня у нас крупное опытно-производственное предприятие, которое в состоянии выпускать несколько сотен машин в год, это опытное производство, оно сейчас активно модернизируется, потому что сначала мы арендовали часть, потом выкупили, сегодня это все комплекс зданий, принадлежавший раньше компании Прохорова, Е-мобиль сегодня это все является уже собственностью компании ЗАО «Струнные технологии», там отрабатывается производство, и там сегодня уже готовится к выпуску как минимум где-то 8-10, соответственно, вариантов различных машин. Оно сейчас, соответственно, оснащается самым современным оборудованием, таким как лазерная резка, как лазерная сварка, как сегодня высокотехнологичные, естественно, как 3D принтеры, их тоже будут использоваться как минимум 3 штуки для изготовления различных деталей и компонентов. Все это, друзья, со временем будет показано, сделано, все это увидите. Поэтому наш проект ни в коем случае нельзя называть российским, русским или там белорусским, это далеко он перешагнул уже за эти рамки, да, он начинался именно так, в России, в Белоруссии, там частично в Украине, вот были первые инвесторы, первые наши активные партнеры. Сегодня это высоко, скажем так, технологичный, инновационный, инфраструктурный, международный проект, и дальше мы только будем видеть расширение, и когда он будет в каждой стране, и коснется конкретно каждого государства, и каждого человека. Поэтому, друзья, то, что мы свои вот эти вот вечера и встречи с Алексеем называем еще и прикладной футурологией, это тоже не пустые слова, потому что мы четко имеем представление, как будет развиваться технология, какие возможности они дадут, и мы как раз рассказываем то, что нас будет ожидать в ближайшие 3, 5, 10, 15, 20 лет. Это, друзья, возможности, те, которые даст именно технология Skyway. А также сопутствующие технологии, которые сегодня разрабатываются инженерной школой Юницкого. Там несколько направлений, это не одно, и не два, и даже не пять. Skyway – это локомотив, это ключевое направление, но есть еще также очень и очень много технологий, которые благодаря именно возможностям Skyway в 21 веке заиграют. Очень и очень интересно, и то, что будет менять наш мир прямо-таки очень быстро и очень радикально, и я скажу только в лучшем смысле. Мир будет лучше, чище, безопаснее и, как итог, более счастливым. Поэтому, друзья, на этом мы делаем небольшой перерыв между первой и второй частью. Традиционно для тех, кто получил исчерпывающую информацию, ему с нами неинтересно, я прощаюсь. А со всеми остальными, друзья, буквально через несколько минут мы с вами как раз будем обсуждать и мы будем вам доносить последнюю информацию, которая, я думаю, интересна и полезна будет каждому партнеру, кто ощущает себя именно составной частью этого грандиозного и интереснейшего проекта, каким мы с вами занимаемся, чем, собственно, и для нас является Skyway. Все, друзья, небольшой перерыв. Дальше мы с вами продолжим нашу работу. Субтитры создавал DimaTorzok Положительное ощущение. В компании работать нравится. Лучшего коллектива у меня не было ни в одной организации, в которой я работал. Для меня решающим фактором в работе и в интересности в работе является то, что мы делаем что-то по-настоящему новое, то, что до нас не делал никто. Поэтому большинство решений, которые здесь принимаются, проектируются, это как разработка, то есть в которой я участвую, которая мне интересна. Что нравится больше всего? То, что мы творим. То есть непосредственно то, что у нас получается, то, что мы видим глазами, можем потрогать. То, что показывает, собственно, наш результат. Стройки и объекты разные, но эта стройка интересная, в плане того, что такого еще не было нигде. Уководство у нас отличное, прислушивается каждому мнению, рабочего, но вопросов не возникает. Для Пуховичского района это классно, это новая технология, я так думаю, что будет дальше все продвигаться. Зарплата достойная, коллектив у нас хороший, друзья отличные. Я думаю, что стоит работать и всем, кто не работает, тоже стоит работать. Безусловно, технологии новые есть и чувствуются, и все ждут, когда запустится. Да сам бы хотел полетать на этой штуке. Больше 10 лет я уже работаю с кадрами, с персоналом. За последний год мы выросли в два раза. Начиналось все от 60, сейчас более 200 сотрудников на нашем предприятии. Уже на сегодняшний день и так много всего сделано, но самое интересное у нас впереди. Поэтому мы ждем с нетерпением запуска, открытия и продолжения не только в нашей стране, но и в других. Умение общаться с людьми это главное качество кадрового работника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дарья и это видео новости компании Skyway Capital, где мы собрали для вас наиболее важные события за прошедшую неделю. Новые инвестиционные пакеты Наши австралийские партнеры компания МБМ Публикация в газете Транспорт России Интервью Михаила Кириченко Инотранс 2018 ждет Skyway Видение преимуществ технологии специалистами Оракон Новости из Экотехнопарка И команда Skyway А теперь подробнее о каждой из новостей Будьте в плюсе вместе со Skyway Предлагаем вашему вниманию новые пакеты для инвестиций в рассрочку, которые точно придутся вам по вкусу Они позволяют оставаться в плюсе без выполнения сложных условий Приятный бонус можно получить просто внеся первый платеж рассрочки в двойном размере Например, Start Plus 22 500 акций плюс бонус 5000 акций с рассрочкой на 9 месяцев Первый платеж 50 долларов последующие 25 долларов Общая стоимость пакета 250 долларов Пакет Senior Plus 40 000 акций плюс бонус 8 000 акций с рассрочкой на 7 месяцев Стабильный Plus 150 000 акций плюс бонус 40 000 акций с рассрочкой на 9 месяцев И пакет Business Plus 315 000 акций плюс бонус 63 000 акций с рассрочкой на 8 месяцев Продолжаем знакомить вас с делегацией из трех компаний которые стали партнерами SkyWay на территории Австралии после нескольких визитов в Беларусь Компания MBM успешно занимается управлением расходами по проектам В качестве экспертов по проектно-сметной деятельности компания вместе с инжиниринговыми специалистами из Oricon поддержала Roadhook & Associates в деле запуска технологии в новой стране равной целому материку К настоящему времени компания MBM оказала услуги по предварительному планированию затрат для пилотного проекта SkyWay в Австралии и намерена продолжить работу с инженерами SkyWay разработать документацию и обоснования для обеспечения точных расчетов стоимости технологий и стратегий закупок Газета «Транспорт России» официальный печатный орган Министерства транспорта РФ на страницах которого реализуется проект «Инновации в транспортном комплексе» Новый ее спецвыпуск освещает деятельность SkyWay место компании в транспортном комплексе ее инновационные разработки с учетом стратегических задач развития отрасли в России Представляем вам интервью, которое дал руководитель информационной службы группы компании SkyWay Михаил Кириченко в эфире радиостанции «Радиус ФМ» В беседе с журналистом Михаил рассказал о технологии Прокомментировал текущий этап ее развития и дал ответы на интересующие слушателей вопросы Основными темами беседы стали особенности и преимущества SkyWay перспективы развития проекта особенности его финансирования и многое другое Организаторы специализированной международной транспортной выставки «Инотранс» подтвердили регистрацию заявки проектной организации SkyWay на участие в следующем Берлинском форуме инноваций Его проведение запланировано на сентябрь 2018 года когда в столице Германии будут представлены передовые разработки в сфере транспорта собранные со всего мира После публикации писем поддержки от австралийских компаний Roadhook & Associates и MBM знакомим вас с видением их коллег из Oricon Ввиду появляющихся инновационных технологий и изменяющегося спроса потребителей Oricon считает, что пришло время рассмотреть альтернативные транспортные решения которые могут быть быстрее, безопаснее и более экологически устойчивыми SkyWay Данная технология характеризируется отсутствием пересечений а также задержек связанных с ожиданием транспорта Участие человека в эксплуатации данной системы сведено к минимуму в результате чего возможность ошибок связанных с человеческим фактором значительно снижается а следовательно и вероятность несчастных случаев травматизма и смертельного исхода На территории экотехнопарка SkyWay продолжаются работы по монтажу ферм путевой структуры на участке городской высокоскоростной трассы Процедуре монтажа предшествует этап сборки в цехах предприятий подрядчиков проектной организации SkyWay Как сообщалось в предыдущих репортажах информационной службы SkyWay на участке легкой городской трассы SkyWay инициированы работы по возведению разворотного кольца который соединит уже готовый полужесткий участок с будущим высоким или провисающим В настоящий момент опоры установлены и проводится их подготовка к монтажу ригелей и фермпутевой структуры также завершен первый этап установки опор второго разворотного кольца легкой городской трассы Команда SkyWay надежный сплав теоретиков с практиками мы взяли интервью у помощника генерального конструктора Анатолия Кочаровского чей послужной список в Беларуси и за рубежом впечатляет в зао струнные технологии мы открыто обсуждаем внутренние достижения и вызовы коллектива на сегодня это были все новости с вами была Дарья до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, приветствую! Повеселили меня конечно тролли наши сейчас мне сейчас выжимку из их определенных этих самых высказан сделают субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова